Сегодня в столичных школах проходят выпускные вечера. В этом году более 10 тысяч учащихся закончили 11 классов. Это волнительное событие не только для детей, но и для их родителей. Подготовка у нас проходит, как сами видите, торжественно и радостно, потому что, во-первых, когда это делает профессионал, это совсем другое дело. И даже я смотрю на дочь, в ней столько счастья, она себя увидела красивой. Конечно, на повышенных, таких эмоциональных, все родители тут на выпускном, на последнем звонке даже классная разрыдалась. Конечно, прощаться со школой – это всегда такое. Закончила школу с золотой медалью. Очень повезло с классным руководителем, который я всегда поддерживала, начиная с первых дней, которая не только меня, но и весь наш класс. Ну, я занимаюсь вообще настольным теннисом, мастером спорта стала в 14 лет. Многие республиканские соревнования выигрывала, также призерка международных соревнований. На будущие планы, конечно же, буду играть. Не знаю, правда, за сборную, не за сборную. Это будет видно в дальнейшем, но, конечно же, получать удовольствие от настольного тенниса не планирую прекращать. Ну, эмоции какие? Положительные эмоции. Во-первых, очень рада, что закончила школу. Наконец-то можно приступать к новому этапу своей жизни. Конечно, очень радость оказалась медалистка, как бы очень долго к этому шла. Вот, и я очень счастлива на самом деле. В жизни тысячи дорог, будет в небе радуга, после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлива я. Большинство девушек хотят в этот вечер выглядеть прекрасно. Не все имеют такую возможность, по разным причинам. Для золушек и создан проект «Фея на выпускной». Добровольные крестные безвозмездно создают хрустальные башмачки, наряды и прически. У проекта есть предыстория. Одним вечером я сидела в Инстаграм и наткнулась на страницу известной русской певицы, где под постом она исполняет желания людей. Я читала, что же такого люди просят, что же им нужно. И наткнулась на комментарии девочки, которая просила платье на выпускной для своей сестры. Это был 2019 год. Мы собрали первую девочку, подарили ей платье на выбор, она выбрала сама. На выпускной мы должны собираться в такой обстановке. Кормат девичника такого. Чтобы это было весело, интересно. Ну, это ступление во взрослую жизнь. Ну, после детства. Мы купили ткань. Сначала хотели с топиком шить, но топик не получался, не выходил. Решено было тогда просто юбку шить, а топик отдельно купить. Праздник. Последний день в школе. Волнение, страх. Ну, годик хотя бы отдохнуть от учебы, а потом уже поступать в воспитательном. Выпускной, значит, перемены в жизни, новая ступень. Я оканчиваю школу. Все меняется. Переживания одновременно с радостью. Переживания от будущего, какое оно будет. И радости, что одна уже ступень моей жизни как бы закончена. Хочу поступить в университет, хочу стать психологом, буду в педагогическом учиться. Остается достойно встретить рассвет, утро новой взрослой жизни.